На неделе с 19 по 25 февраля 2018 года вам, львы, нужно будет уделить много внимания своим финансовым отношениям. На этой неделе могут решаться вопросы вашего семейного бюджета или вопросы использования совместных средств в бизнесе. Также на этой неделе у многих львов могут возникать вопросы, которые будут связаны с долгами или с налогообложением львы. Неделя с 19 по 25 февраля – это время платить по счетам. Поэтому, львы, сейчас лучше воздержитесь от участия в азартных играх и от всяких финансовых спекуляций. Меркурий, противник вашего знака львы, с 18 февраля ослабит свою позицию. И это будет выгодно сказываться на вашем деловом настрое. На этой неделе вы сможете выполнить массу работы львы, не опасаясь дурного настроения и ошибок. Однако внимательность, конечно же, проявить придется, иначе ошибки смогут тормозить завершение ваших планов. После 19 февраля, когда Солнце и Меркурий переходят в восьмой дом, восьмой дом трансформации и дом экстремальных ситуаций, а также дом наследства. И вы, львы, конечно же, сразу заметите изменения. Это усилит ваши оккультные способности. И у многих львов проявится интерес к тайнам жизни. Интуиция у вас тоже будет на высоте львы. И благодаря ей ваш любовный и супружеский союз наполнится новым содержанием. Может быть, вы будете чувствовать себя по-другому. Или отношение к кому-либо переменится. Но это не потому львы, что их природа изменилась, а потому, что вы сами будете меняться. Имейте в виду, когда одна дверь для нас закрывается, то другая дверь всегда открывается. Меркурий принесет львам на этой неделе много встреч. У них будет много общения с интеллектуалами, много общения с людьми из мира науки и техники, а также это может быть общение с представителями искусств и представителями органов прессы. Львы и сами будут стремиться к общению на этой неделе. Львы будут посещать разного рода презентации, светские рауты, а также львы будут везде, где есть возможность найти нужных людей, где есть возможность поговорить на интересные для львов темы и договориться о новом сотрудничестве. Вторая половина недели будет благопрепятствовать наведению порядка в доме. Вы можете заняться генеральной уборкой или ремонтными работами львы. А совместная деятельность будет организованной и качественной. В это время можно заниматься урегулированием вопросов, которые связаны с наследством львы. А также вы можете обсуждать сейчас острые темы на семейном совете с вашими старшими родственниками. Будьте на этой неделе осторожнее при использовании предметов бытовой химии. Недели с 19 по 25 февраля это будет хорошее время для заключения договоров, для проведения разных видов переговоров, также для организаций семинаров, конференций, симпозиумов и для рекламной деятельности. Хорошо пойдут консультации у юриста и подача гражданского иска. Влюбленным львам стоит активнее на этой неделе использовать начало недели. Инициатива, которую вы проявите в адрес любимого человека 19 февраля, не останется незамеченной львы. И вам также не придется стыдиться своего креатива. Для влюбленных львов эта неделя будет хороша для помолвок. Меркурий, управитель дома денег льва, будет двигаться в соединении с Солнцем. А это львы – очень сильная комбинация планетных энергий. И для многих львов это может означать рост дохода. Кроме того, денежная и материальная прибыль возможна через ваших партнеров львы, через супруга или через возлюбленного, а также через компаньона по бизнесу. Эта неделя будет выгодна для вас и в этот период хорошо работать в совместных проектах. Вы, львы, будете полны энергии. Поэтому постарайтесь найти ей подходящее применение. Самое главное – постараться не распылять и не тратить время на какую-то ерунду. В будние дни этой недели львам рекомендуется вести борьбу со своими вредными привычками львы. Среда и четверг будут самые лучшие дни для того, чтобы бросить курить, бросить пить алкоголь, и вы можете перейти на здоровый образ жизни с правильным питанием и правильным режимом дня. Наверняка вы, львы, не раз уже пробовали начать жить по-новому. Но всякий раз это заканчивалось безрезультатно. Так вот, именно в этот раз важно правильно выбрать момент для старта, и у вас все получится. Дело в том, что ваши поступки в эти дни будут иметь свойство закрепляться в вашей памяти львы и оставаться там надолго. Поэтому вы имеете все шансы сформировать новые полезные привычки взамен прежним вредным привычкам. Эта неделя – это хорошее время для прохождения медицинского обследования. При необходимости вам сейчас поставят правильный диагноз и назначат эффективное лечение, которому нужно приступить незамедлительно. Венера на этой неделе перейдет из седьмого дома в восьмой дом львы. Восьмой дом – это область чрезвычайных ситуаций. И некоторым львам это может подарить неожиданные страстные чувства, с которыми вы, львы, не будете знать, как справляться. К сожалению, вряд ли эта любовь окажется взаимной и счастливой. Но эта любовь может принести вам немало душевных переживаний львы и даже для кого-то привести к депрессии. Марс в течение всего этого периода будет продолжать находиться у вас в пятом доме львы. А пятый дом – это область семейных отношений и брака. И это может наделить львов такими диктаторскими замашками, что они будут стараться полностью подчинить себе своего партнера и контролировать его даже в мелочах. Конечно же, такое поведение представит определенную проблему для ваших отношений львы. Попробуйте лучше направить свою энергию на то, чтобы заняться спортом или хотя бы начать бегать по утрам сейчас. Кстати, это будет очень полезно и для борьбы с лишним весом львы. Совет львам на неделю с 19 по 25 февраля 2018 года. Будьте осторожнее, львы. Проверяйте своих партнеров. Проверяйте, не лгут ли они вам. Медитируйте. А также на этой неделе обратите обязательно внимание на свои сны. Доверяйте своей интуиции и не принимайте, пожалуйста, львы, желаемое за действительное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok